Стой! Я знаю, что обычно ты пропускаешь эту часть, но послушай, это важно. В этом видео Акстар сделает то, что не делал никто. Он притворится новичком на собеседовании, на должность гитариста в музыкальные группы и музыкальные школы. А потом, да, вжарит. И если мы соберем 100 тысяч лайков за сутки, то выйдет вторая часть этого пранка. В общем, посмотрим на реакции людей вместе с тобой. Всем привет, это Акстар. Давно у нас не было розыгрышей. И, кстати, по поводу них, многие говорят, что я не делаю итогов розыгрышей. Но на самом деле, они все в моем инстаграме akstar.music. И так уж получилось, что мне несколько раз уже приходилось перевыбирать победителя. Потому что некоторые не следят за моим инстаграмом и не знают, что они победили и выиграли гитару. А я-то сам с ними не могу связаться. Поэтому обязательно подпишись на мой инстаграм akstar.music, чтобы не пропустить итоги розыгрышей. А также моя личная жизнь, там, просто жизнь, там, творчество, не вошедшее, все самое интересное. Но, на самом деле, кому это нужно? Главные же итоги. Да? Итак, сегодня особенный розыгрыш. Мы разыграем не 10 гитар, а 5, но очень крутых и классных. Пока не буду говорить, какие именно условия, как обычно. Подписаться на канал, поставить лайк и оставить любой комментарий. Самое главное в течение первых, 24 часов после публикации вот этого видео. И, внимание, если ты из Санкт-Петербурга, то оставь свой комментарий и напиши, я из Питера. И тогда я выберу одного человека, которому приеду лично, вручу гитару, запишу это на видео и вставлю в одно из следующих. В общем, желаю тебе удачи. Как ты понял по названию, сегодня я притворяюсь новичком на собеседовании, на должность гитариста в музыкальной школе, музыкальной группе. И скажу честно, это была самая кринжовая часть. Притворяюсь новичком за все время. Получилось круто. Надеюсь, тебе понравится. Без лишних слов. Приятного просмотра. Меня зовут Марина. Знаете, да, я сейчас набираю свою школу, как мне хочется верить самых лучших педагогов. И сейчас мы набрали классы по фортепиано, набрали по скрипке, и ищем человека, который мог бы наших детей, не только детей, у нас как бы школа, она ориентирована и на детский возраст, и на взрослый. При этом был профессионал. Вы это можете о себе рассказать? Закончил музыкальную школу и музыкальное училище. То есть в музыкальном училище нас учили быть педагогами, как правильно как раз находить общий язык с детьми. Помимо того, вот ваш какой-то личный опыт позволяет быть педагогом? У меня... Я учил играть на гитаре. Несколько своих друзей. В целом получалось неплохо. Угу. Зажать мизинцем средним. Матерь божья! О, боже! Просто немножечко нервничать. Такое бывает. Могу сейчас в целом продемонстрировать свой гитарный уровень? Давайте, давайте, да, посмотрим. Можно что-то из основ, чтобы... То есть многие дети обрадуются вот играть... Ну, что-то такое прикольное. Ну, прикольно-прикольно. Хорошо, я... И так. Знаете, я думаю, что давайте мы с вами вот так вот сделаем. Я завтра смогу вам как-то позвонить и как-то дать ответ. А, ну вот еще, например, романс Гомеса для детей тоже. Все с него начинают. Ну, то есть она дальше идет? Ну, давайте, тогда ваши контактные данные, они у меня есть? Ага. Да? Все. А, и вот, например, еще из такого... Например, есть это произведение Баста, Медлячок, может быть, знаете. Сейчас. Медлячок. Медлячок. А, композиция почему? Отскажите мне. Был такой странный изначальный выбор композиции. Ну, ладно, я... Поясните, пожалуйста. Поэтому, извините, пожалуйста, надеюсь, я не сильно потратил ваше время. Надеюсь, поднял настроение хотя бы. Нет, Даниил, вы знаете, просто вы меня поставили в какой-то момент в очень неловкое положение после первых композиций, которые вы проиграли. Я, честно говоря, даже потеряла до речи, потому что не знала, как подобрать слова, и что вам мягко ответить, но... То есть это было совсем ужасно, да? Ну, вы знаете, как бы, честно... Ну, не скажу я вам как, но, в общем, я бы не позволила вам. Я забыл уточнить, я в музыкальную школу, в принципе, устраиваться не планирую. Это просто розыгрыш. Вы не планируете на пути? Нет, это просто розыгрыш на ютубе. Ах вы... Я начала уже думать в этом направлении, что, может быть, такая молодая кровь, она бы нам... Подошла бы. Я, собственно, Саша, продюсер группы, это Лёша, вокалист. Так, какие бы тебе вопросы задать? Сейчас я настрою быстренько. Да-да. Первая есть. Сейчас, одну секунду ещё. Да-да, конечно. Очень прошу тебя, если тебе нравится моё видео и творчество, и ты не подписан на канал, то подпишись. Я очень сильно хочу добить 2 миллиона. Просто посмотри, какой процент смотрят без подписки на канал. Осталось совсем чуть-чуть. Нужна именно твоя подписка. Вот именно твоя. Ты думаешь, что я не тебе, а вот я именно тебе. Вот подпишись на канал, сделай красную клапочку серой, и всё будет супер. Спасибо. Видно, слышно? Добрый день. А, здравствуйте, да, Юрий. Да. Добрый день. Как я уже, когда я писал в объявлении, я открываю школу музыкальную в Ярославле. Расскажите что-нибудь о себе. В целом, я учил, то есть на гитаре играл уже около 12 лет, закончил музыкальное училище. Хорошо, а сколько вам лет, напомните? 23. Без проблем. Всю музыкальную теорию можно рассказать. Извините, там будут дети? Да, в нашей школе будут и дети, и подростки, и взрослые. Но, конечно же, основной контингент, на кого направлена наша школа, это дети. Понял. Потому что... Родители будут приводить детей, и мне бы хотелось, чтобы преподаватель мог увлечь и детей в занятиях своими, и найти общий язык родителей. Скажите мне, допустим, почему мне нужно привезти своего ребёнка к вам в школу, и почему ему нужно научиться на гитаре? Можете в двух словах сформулировать? Ну, в целом, как бы, музыка, она развивает, как бы, в том числе, если даже ребёнок не планирует вязать свою жизнь с музыкой, она в целом развивает, как бы, ну, мозг, творческую сторону, наверное, так. Ну, в целом, я сейчас могу продемонстрировать, вообще, то есть, я очень... Ну, то есть, поставить руки, правильно, постановка рук, это вообще не проблема. На самом деле, я в последнее время играю на акустической гитаре, современные песни, вот так вот. Да, я вижу. Но и классику без проблем в целом могу сыграть. Вот, например, бах к Элизе. Бах. Так, сейчас, секунду. Ну, я просто давно уже не играл. Так же есть ещё... Я сейчас уже закончил. Да, а вы в Петербурге учились? Да, то есть, если что, в принципе, не проблема приехать, если что. Просто тут, в этом, в Питере, ну, я тоже, как бы, пытался устроиться. Ну, там, видимо, со связью какие-то проблемы, говорят, что перезвонят и не перезванивают. То есть, странно. Очень странно, действительно. Вот. Ещё есть роман с Гомеса. Его тоже новичкам часто играют. Просто гитару недавно уже купил, тут ещё не привык совсем. Ну, да, понятно, хорошо. В принципе, всё понятно. Я думаю, что в течение недели, наверное, мы дадим вам обратную связь. Хорошо. Ещё момент тут, то есть, как известно, люди, точнее, дети любят играть мелодии из фильмов популярных, каких-то игр. И из Титаника мелодия, может, тоже знаете. Так вот, в целом. Её тоже можно сыграть. Юрий, а что же вы не начали с этой мелодии Титаника? А я просто, ну, про неё только вот сейчас вспомнил. Ну, что ж, хорошо. То есть, в целом, тут можно показать и приёмы фингерстайла, вот как раз современная музыка, о которой я говорил. А до этого было плохо, получается, да? Мягко говоря, до этого было не совсем профессионально. Начинать, конечно, надо с того, что вы умеете играть, а не с того, что вы вчера нашли в интернете. Нормально? Да, сейчас, секундочку. Слышно? Алло, да, привет. Привет. Вот по поводу музыкальной группы, получается? Да. У меня вопрос, в первую очередь, конечно, почему ты лично не приехал, что вроде в Питере, рядом. А, я просто приболел, решил, что, ну, вот так вот можно, в принципе. А, ну, если да, в эпоху ковида, да, действительно, лучше так, если ты приболел. Ну, давай тогда покажешь, что ли, на что способен. Так, вообще... Гитара, гитара-то есть у тебя. Да, ну, у меня есть акустическая гитара, вообще, ну, она с подзвучкой, то есть, если что, можно будет подключить. Так, секунду, в смысле, у тебя электрогитары нет? Если что, я на ней тоже смогу сыграть, но пока у меня только акустическая, ну, здесь она подключается, подключается. Ну, давай, давай. Я занимаюсь, получается, уже несколько лет, и я всегда мечтал выступать в группе. Ну, да, как многие знают, да. Я постоянно, ну, в последние годы тренировался, я думаю, что сейчас вот уже готов для того, чтобы попробовать себя в группе. Это прекрасно. Да, тут есть тема. Мощная такая. Ага. И вот еще есть, ну, если из рока, то получается... Это... Вот так вот. Ну, вот, например, гамма. То есть, импровизация по гамме в тональности. Угу. Ну... То есть, я могу импровизировать прямо в тональности, то есть. Я же говорил, мы играем трэш, то есть, там надо будет темп побыстрее, раз в пять. Ты сможешь? Так. Сейчас попробую. Блин. Подожди, слушай, а медиатором ты умеешь играть? Я обычно вместо него эту монетку использовал. Так, ладно, Павел, спасибо большое. Если что, напишу тебе. А в целом вообще, как бы, может, над чем-то поработать что-то? Ну, понимаешь, мы, я думаю, ищем уже более опытных ребят. Ну, у тебя все получится, я думаю, со временем еще поработаешь над этим. Можно еще раз сыграю? Просто я реально мечтаю выступать с группой. Сейчас я гитару настрою, одну секундочку. Павел, меня просто шлут уже. Может, ты запишешь на видео, потом мне отправишь, я посмотрю. Одну секунду, все, сейчас. Павел, меня просто шлут уже. Продержи, да? Да. А что до этого за фигня была тогда? Да, я просто те произведения не особо хорошо знал. Тут еще в строй другой полегче, тут струны меньше натянуты. А как вообще в целом? Что-то не то? Не, очень классно. Я думаю, ты сам понимаешь, что очень классно было. Очень круто. Но я же понимаю, что ты меня разводишь, я так понял. Это розыгрыш, это ваши блогерские темы, вот эти пранки, да? Почему нет, на самом деле? Очень хорошо, очень хорошо играешь, да. Очень классно. Играешь хорошо и на гитаре, и как актер. Так, ну в целом я готов. Готов? Так, давай. Начинаем. Я сыграю... Ну есть такая группа Киш, ну знаете. Кукла-колдуна. Я играю на одной струне. Ну вроде соло-гитаристы играют на одной струне всегда. Ну... Очень волнуюсь, извините. Я еще могу сыграть Продиджа. Можно попробовать. Может, тебе она хотя бы понравится. Ну, давай выбрали. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok